МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это добавляет ей легкости, эксцентрики, манкости, непосредственности. Это добавляет ей чувство юмора. Она человек, который все время в хорошем настроении. В юности Татьяна работала манекенщицей. Девушка разбиралась в моде и особенно уважала Коко Шанель. Считала ее эталоном женственности. Однажды Михалкова увидела ее фотографию с симпатичным бантиком на голове и с тех пор сделала этот аксессуар своей фирменной фишкой. Бантик, наверное, подчеркивает ее некую такую воздушность, такую милоту, прямо так скажем так. Может быть, для этого это делается? Может быть, отчиск дворянства какой-то добивает? Кто знает. Аристократкой Татьяна стала по мужу. Известно, что род Михалковых идет из дворян. Поначалу ей было даже страшно входить в семью Никиты Сергеевича. Еще бы такие прятки. Михалковы, Кончаловские, Суриковы. Но знаменитые свекры Наталья Петровна и Сергей Владимирович невестку приняли с любовью. И она их полюбила, особенно Михалкова-старшего. Сергея Владимировича, мне кажется, я даже боялась поначалу, потому что в основном это был такой экранный образ, заседания, пленумы, костюм, ордена. Я как-то очень боялась, пряталась за Никиту. Позже Татьяна забросила модельный бизнес по настоянию мужа. Никите Михалкову нужна была жена-домохозяйка. Татьяна стала в этом смысле идеальной супругой. Родила трое их детей. Все в доме были накормлены и окружены ее заботой. Но и от моды Татьяна не отошла навсегда. Организовала благотворительный фонд, который помогает молодым дизайнерам. На разных площадках разные дизайнеры участвуют в нашем проекте, разные актрисы. Черный фирменный бант Татьяны с годами не меняется, а вот сама она, конечно, изменилась. Недоброжелатели обвиняют жену режиссера в том, что бантик в таком возрасте смотрится на ней уже скорее смешно, чем стильно. Но сама Михалкова говорит, что будет его носить и далее. И что этот бантик стал для нее уже не просто частью образа, а талисманом, оберегом. А мне нравится бантик у Михалковой. Ну, во-первых, он очень стильный, он прикольный. Он есть только у нее одной. Это ее выделяет. Это здорово. Да, нам тоже нравится. Какие ассоциации у вас всплывают, когда вы слышите имя Михаила Боярского? Боярский – это, конечно, невероятные усы, шляпа. Но к этому добавляется, конечно, его удалой нрав. Вот этот вот мушкетерский. Мне кажется, что он его не бросал никогда. Да, вот это. Эй, каналья! Каналья! Михаила Боярского в свое время замучили вопросами, почему он всегда в шляпе. Актер объяснял, после премьеры фильма про мушкетеров на творческих вечерах его все хотели видеть в шляпе. Ведь именно роль Д'Артаньяна сделала актера навсегда звездой. Это счастливое совпадение и, конечно же, это сумасшедший подарок. Это лучшая мужская роль в мире. И партнеры фантастичные, и Табаков, и Фрейнрих, и Смирницкий, и многие другие, и Тереховы. Я не ожидал, что, в общем, это изменит мою жизнь настолько. Никаких комплексов по поводу Д'Артаньяна. Я же не Квазимоду сыграл, правда. Боярский стал часто появляться в шляпе. Правду, мушкетерскую сменил на классическую. Но теперь его стали спрашивать, почему он носит шляпу. Снял? Опять вопросы. Почему снял? В итоге Михаил Сергеевич решил всегда появляться на публике в головном уборе. Мне кажется, он просто прикрывает ей лысину, если честно. То есть это такая фишка, которая направлена на сокрытие какого-то недостатка. Вообще, когда я вижу мужчин в шляпе, у меня первая мысль, что под ней они что-то прячут. Либо кролика, либо мышь, которая там готовит, танцует, этот ртотой, либо лысина. Насчет волос это действительно так. Многие удивлялись, увидев в Боярского фильме «Самый лучший день без шляпы». А король-то. В общем, шляпа актеру действительно очень идет. Доподлинно неизвестно, но, возможно, в паспорте у Михаила Сергеевича Боярского тоже запечатлена его шляпа и усы. Потому что без них его, в принципе, нигде ни на одном по гран-контролю не узнают. И вообще, в принципе, как говорил Кот Матроскин, усы, лапы, хвост – это мои документы. Вот шляпа и усы у Михаила Сергеевича Боярского – это его документы. Это своеобразная биометрия. На самом деле, сделать часть образа своим фирменным знаком дано не каждому. А это здорово, когда артист узнаваем сразу и даже издалека. Это уже бренд, понимаете? Когда человек говорит, это уже бренд. Это еще нам расти, расти. Сейчас Михаила Боярского редко можно видеть в кино. В основном он играет в театре в родном Санкт-Петербурге и активно участвует в жизни внуков и внучек. Не исключено, что кто-то из них сможет пойти по актерским стопам знаменитого дедушки. Я не против того, чтобы династия укреплялась. Я ведь в своем продолжении – кого-то. Но это необязательно. Для себя я, в общем, определил, что... Может быть, только потому, что я лентяй и ничего не умею делать, только поэтому я стал артистом. А так, наверное, есть более достойный, скажем, врач. Люди, которые непосредственно оказывают помощь людям. Сегодня для меня семья – это основное. А шляпа – шляпа всегда при нем. Прославленных хоккеистов много. Их знают по фамилиям. Но как они выглядят, представляют только преданные фанаты. А вот лицо Александра Овечкина знают все. Его узнают по отсутствующему переднему зубу. Хоккей-спорт очень травмоопасный. Выбитые шайбой зубы для хоккеистов, увы, не редкость. Так случилось когда-то и с Овечкиным. По его словам, он раз вставил зуб, его снова выбили. Второй раз вставил. Та же картина. В итоге Александр плюнул на это дело. Настолько у него за ним закрепился вот этот образ, что он вот без зуба, что он даже, ну, естественно, вылечил. Там все заделано, но он его не вставляет умышленно, потому что это его отличительная черта. 39-летний Овечкин до сих пор в строю играет в Энхайл. Говорит, что не уйдет на заслуженный отдых, пока не побьет рекорд знаменитого канадского хоккеиста Уэйна Грецки. Тот за свою карьеру забил 894 шайбы. Овечкин пока немного отстает. Александр сказал, что он зуб обязательно вставит. И будет опять с нужным количеством зубов. Но сделает это только по окончании карьеры. А когда завершится его карьера, мы сейчас не знаем, потому что ясно, что Энхайл, в отличие от хоккея в России, который мы видим, и в Европе, который мы видим, это все-таки не просто бизнес, а это потрясающий шоу-бизнес. Когда Овечкину осталось все меньше и меньше шайб до рекорда имени Уэйна Грецки. Такая особенность, как выбитый зуб, кстати, никогда не мешала Овечкину в общении с противоположным полом. В возлюбленных у него всегда ходили первые красавицы. А женился он на модели Анастасии Шубской, дочери актрисы Веры Глаголевой. Он настоящий джентльмен. И причем я вижу, что это не показной. Даже если хочет с Александром о чем-то поговорить, а жена кофе захотела, Александр извинится, пойдет жене, сам не официально-то подзовет, сам нальет кофе, он знает какой и как, спросит подруге жены какой, принесет стаканчики, аккуратно все закрыл, принес. И тогда помнит вопрос, ответит на тот вопрос, который ему задали. Какой молодец! Отсутствие зубов стало фирменной фишкой и певца Шуры. Правда, в отличие от Овечкина, до сих пор не ясно, как он их потерял. То, значит, подрались в клубе, значит. То брат, вот, боулинг, оля Кигельбан там что-то ему выбил. Тот, значит, он просто неудачно упал с велосипеда. Вот, чихнул опять же неудачно. Там очень много историй, и разбираться в них уже в эта тайна, покрытая мраком. Как бы там ни было, появление такого певца на нашей эстраде не смогло пройти незамеченным. Шура взлетел на вершину Олимпа шоу-бизнеса мгновенно. Это было какое-то сумасшедшее, конечно. То есть я попал туда так, просто взял и попал. Со своими песнями Шура много лет возглавлял хит-парады. У него появились большие деньги. Тогда он захотел сделать себе зубы, но потом передумал. Ведь они стали частью его образа. К тому же легкая шепелявость добавляла оригинальность звучанию голоса. Конечно, кто не помнит Шуру, именно эта фишка его, мне кажется, так ярко выделяла из основной массы артистов. Это очень было круто. А потом Шура пропал. Позже выяснилось, что у певца были большие проблемы с наркотиками. К тому же он заболел раком. Все пять лет, которые мне не было на эстраде, это рак, это химиотерапия, пять лет мне не было. За это время Шура наконец занялся своими зубами. Певец признается, сделать себе новую улыбку оказалось долго, сложно и очень дорого. Потому что когда удаляется зуб, то у нас начинает уходить кость. В случае Шуры, уверен, когда ему уже делали имплантацию, там были достаточно серьезные манипуляции, связанные с наращиванием костей и установкой имплантатов. Зато сегодня Шура здоров и зубаст, что не может не радовать его поклонников. Певец снова появляется в ротациях и на телевидении, всегда сверкая своей белозубой улыбкой. Все-таки главное у Шуры было не отсутствие зуба, а хиты. Его песни были безумно популярны, потому что это были хорошие песни. Забери меня туда, где стрелки крутятся назад. Без обид для современных певцов, но порой их сложно отличить друг от друга. Одинаковые голоса, одинаковая внешность. Возможно, поэтому Хабиб придумал себе отличительную черту в образе. Он всегда появляется с банданой на голове, повязкой из ткани, говоря простым языком. Это, кстати, такой знак 70-х, наверное. Вот в 70-е многие звезды вот так вот ходили в такой повязке. И во многих кинофильмах в Голливуде западные актеры с такими повязками были. Хабиб быстро набрал популярность среди молодежи. Но, конечно, не своей банданой, а танцевальными незамысловатыми песнями. Правда, далеко не каждый сможет на слух отличить его песню «Грустинку» от его же «Ягоды малинки». Но выступать артисту это не мешает. А у меня сейчас гастрольный тур идет. Я завтра буквально вылетаю в Сочи, там два концерта. Потом я вылетаю в республику Туа, там тоже будет концерт. Ну и другие города. В сети, конечно, можно найти фотографии Хабиба и без банданы. Но тогда у поклонников сразу начинается спор, как певцу лучше, с повязкой или нет. Кто-то думает, что у Хабиба там рок под этой повязкой, кто-то считает, что это его третий глаз, какая-то интуиция, скрытое шестое чувство. Но я заглядывал под эту повязку, там все нормально. Я уверен, что у Хабиба это сейчас такой просто период, такой стиль, такой образ, и рано или поздно он его перерастет. И действительно, на днях Хабиб заявил о резкой перемене в образе. Долой бандану! Она, мол, годилась для веселых песен, а теперь он повзрослел. Готовь петь лирику, и повязка на голове уже будет не к месту. Одно дело, когда ты прыгаешь в бандане в 15-е, когда ты за 30 лет тоже взрослый мужик. Я не представляю Олега Газманова в бандане, хотя, может, даже ему идет, но есть все-таки возраст, есть, знаете, такая вещь, как актуальность и здравый смысл. Вот только не боится Хабиб, что без фирменной повязки многие перестанут его узнавать. А вот рэпер Эл-Джей, он же Алексей Узенюк, выбрал для себя довольно устрашающий образ. Его фирменной фишкой стали белые непрозрачные линзы. В свое время образ Эл-Джея привлек к себе большое внимание. О нем заговорили, а главное, стали слушать. Твои глаза, твои деды, люди вокруг нас, всего лишь скелеты. Есть шуточная легенда о том, как Эл-Джея вообще добился такого белоснежного цвета своих глаз. Он перепутал бальзам для линз с белизной. Ну, там буквы похожие. И когда он их надел на глаза, он понял, что, в принципе, неплохо. И в таком виде он пошел на первое свое мероприятие и дальше пошло-поехало. Особенно добавилось подписчиков у рэпера, когда он женился на скандально известной блогерше. Но после их развода слава Эл-Джея пошла вниз. Даже белые линзы не помогли. Я не знаю, вот у Эл-Джея такие белые линзы. Ну, страшно смотреть. Мурашки похожи, по коже прямо, ну, не знаю, ужас какой-то, привидение, не знаю, вампир какой-то. Кошмар. Мне лично не нравится. Сегодня у Зинюк все дальше отходят от музыкального творчества. Но если это вообще можно было назвать творчеством? Так недавно он создал баскетбольную команду, которая играет в медиалиге. Там нет профессиональных спортсменов. Соревнуются в разных видах спорта певцы, актеры, блогеры. А на них делают ставки. Так недавно команда Эл-Джея победила и принесла ему 3 миллиона рублей. Сам рэпер периодически выступает на таких мероприятиях. Но теперь выходит петь не в белых линзах, а в темных очках. Попугал и хватит. Зарубежная звезда Ким Кардашьян сделала фирменной фишкой свой тыл. Ну, вы поняли. Собственно, этим она и прославилась. Ведь ни песен, ни ролей, ни книг от ее имени никто никогда не слышал и не видел. Зато вид Ким Кардашьян сзади знают все. Как только мы говорим о чьей-то попе все, Ким Кардашьян, даже Дженнифер Лопес ушла куда-то в сторонку, понервно покурить, когда появилась Кардашьян, все говорят, и вот это стало номер один в мире просто. Это вот замечательная армянская попа, которую вместо того, чтобы в сторону еще и назад выделили, то есть это вообще объемная история теперь получается, в принципе. Ким Кардашьян действительно не просто увеличила ягодицы, а вставила максимально большие импланты. Пластические хирурги говорят, что это модно в основном у латиноамериканских и восточных женщин. Им действительно идет узкая талия, большой бюст, скажем так, противовес достаточно выраженной ягодицы. Если вы посмотрите, то, скажем так, если мы возьмем чуть северней, то эта операция ни разу не востребована, ни разу не популярна. Если вы посмотрите, опять же, фотографии скандинавок или там жителей севера, на фотографиях с большими ягодицами вы не увидите. А вот русские звезды этим грешат, хотя тоже вроде не на юге живут. Бьянка, Любовь Успенская, Анна Седокова, Инстасамка, Алана Мамаева любят показывать свою эффектную, как говорят в народе, пятую точку. Да что там женщины, мужчины тоже не отстают. Мне кажется, это некрасиво. Ягодицы как фонари, такие вот, да. Киркоров вот так сейчас сделал. Мне кажется, это некрасиво, неестественно, вульгарно, безусловно. Это такое вульгарите. Ну кому что? Сергей Зверев – фигура заметная. То корону наденет, то мантию. Но одно неизменно в образе стилиста – это его обувь. Зверев обожает ботинки на платформе. Такое подошвы им выглядят еще более запоминающимися, привлекательными, смотрят. Особенно, возможно, это люди, которые привыкли видеть серую массу. Они увидели Сергея Зверева, столько пайеток, страз, шляпы, подошва. Блин, ну это прям арт-объект. Необходило срочно сфотографироваться. Рост Сергея – 187 сантиметров. Вполне нормально для мужчины. Даже очень хорошо. Зачем же ему такая обувь, которая делает его еще намного выше? Скорее всего, стилист просто хочет эпатировать всех и всем. И внешностью, и ростом, и всевозможными пластическими операциями. Хотя их наличие Зверев упорно отрицает. Многие обвиняют Сергея, что все эти атрибуты – платформы, украшения, макияж – все же свойственны женщинам. А он мужчина, как-никак, даже в армии служил. Я даже ему как-то раз пытался напомнить, что он служил в армии. Когда съемки вышли уже за 4 часа ночи, ему было тяжело петь, он всплакнул. Вот я ему сказал, говорю, Серый, ты же, ну, давай, крепись, ты же служил в десантных войсках. Он мне сказал, пошел в ***, я служил в связи. И продолжил плакать дальше. Выглядит Сергей Зверев, конечно, странновато, но реально молодо, а ведь ему уже 61 год. Об этом сам стилист говорит так. На ваш вопрос, что делать, чтобы хорошо выглядеть, первое, самое главное – не бухать. Второе – не курить, ничего, ни айканы там, ни кальяны, ничего нельзя. То есть вы должны понимать, или хорошо выглядеть, или в нирване биться, обкуриться. Надо выбирать, потому что и то, и то так не бывает. Ну что ж, это похвально. И хороший пример для молодежи. Но только это. Анастасия Волочкова прославилась своими шпагатами. Казалось бы, что такого? Балерина, шпагат, все логично. Но Волочкова делает шпагаты не только в тренировочной студии или на сцене, а где угодно. В ресторанах, банях, на пляже, даже рядом с военной техникой. Я предлагаю в нашей стране ввести новую единицу измерения – шпагат Волочковой. Ну, потому что метр – это как-то уже не солидно, а шпагат и Волочковой. Можно говорить, моя комната – это три на три шпагата Волочковой. Народ то возмущается, то смеется, мол, ну сколько можно раздвигать ноги в шпагат? Но Волочкова упорно это делает. И, как всегда, оправдывается тем, что так повторить никто не сможет. А как без шпагата? А как ногу подниму я? Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Как без шпагата? Что значит прилетает? Мои золотые, я живу в шпагате, что дальше? Я живу в нем, в шпагате. Вы можете на него сесть? Не можете. Кстати, не все ругают балерину. Есть те, кто вполне лояльно относится к шпагатам Волочковой. Мне кажется, ее напрасно. Все время третируют, как-то ругают, чморят. Я не знаю, почему. Не знаю. Я ее видел всегда в очень хорошем состоянии. Всегда очень приятная, всегда спокойная. А шпагата прекрасна. Пусть делает шпагаты. Я хочу видеть ее шпагаты. Дай бог ей, чтобы шпагаты она бы до конца своих дней делала. Пиарщики и вовсе говорят, это очень грамотный ход Волочковой. Во-первых, видя ее шпагаты, сразу вспоминаешь, что речь идет о балерине. Во-вторых, своим фирменным шпагатом она отличается от всех других. И балерин, и гимнасток. Да вообще от всех. Мне больше нравится, когда на шпагат садится Мария Валерьевна Аронова. Это больше впечатляет. Потому что Анастасия Волочкова это делает профессионально. Мария Аронова это делает неожиданно профессионально. Это удивляет очень и восхищает. Но такова наша Настя. С другой стороны, есть хорошее правило. Не нравится – не смотри. Гвен Стефани сделала своей фирменной фишкой красную помаду, без которой она, как говорится, и мусор выкинуть не выйдет. Кстати, певица принципиально не пользуется услугами визажистов и всегда сама делает макияж. Красная помада, я думаю, не только у нее. Это совершенно четко. Я вам хочу сказать, как мужчина, я люблю, когда у женщины яркие губы. Конечно, Гвен Стефани не первая, кто стала пользоваться красной помадой. В культуре моды это известное явление. Некоторые историки уверены, что красить губы женщины начали еще пять с половиной тысяч лет назад. Но почему певица выбрала именно этот оттенок? Вот она делает себе тип лица – зима. То есть белые волосы, белая кожа и черные брови, черные ресницы – зима. Зима – тип лица – зима. Это вам любой скажет стилист. Требует яркого макияжа и ярких губ. А вот мы сейчас и спросим у стилиста. Безусловно, Гвен Стефани подходит к красным помадам. Ее внешность ассоциируется с гламуром 40-х или даже 50-х годов, когда была в моде эта помада. И можно сказать, что она использует в своих образах часто такие отсылки к этому стилю, который был тогда очень актуален. Сейчас в тренде более естественные нюдовые оттенки помад. Но Гвен Стефани упорно не расстается с алой помадой. Она расставалась с мужьями, музыкантами, длинными волосами. А вот с цветом помады – никогда. Вот это верность. 10 самых. Новые рейтинги в наших новых программах.